Девчонки, мальчишки, всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь и не забудьте про колокольчик, который расположен под видео справа для оповещения о новых видео на нашем канале. Ну и конечно же, чтобы не потерять наш канал из виду. В этом видео мы прогуляемся по рождественским магазинам, а также будем украшать нашу елку. Я покажу, как на живой елке сделать искусственный снег. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь с нами. Покупали мы нашу елочку еще в конце ноября. Почему так рано? Сейчас я вам объясню, потому что наш папа должен быть оперирован и, соответственно, время не так много было. Но в связи с коронавирусом третий раз его подготавливают к операции. Утром в 6 утра он должен быть оперирован и его отправляют домой, как ни в чем не бывало, потому что наши коронапациенты зашкаливают, видать так. И доктор говорит всегда такую вещь. Ваша операция может немного подождать, но если он заболеет коронавирусом, это будет, конечно, фатально. Но будем надеяться на то, что что не делается, все к лучшему. Мы сейчас с вами в магазине для того, чтобы купить елку. Мы покупаем каждый год живую елку. В этом году мы купили очень большую елку. Она была и по цене дорогая, и по высоте большая, по ширине также очень пушистая, поэтому мы ее выбрали именно ее, а не какую-то другую. Там было несколько разновидностей до метра, от метра до двух и от двух выше. Мы взяли третий вариант. Она стоила около, как бы не соврать, то ли 30, то ли 40 евро. Но для Германии это, в принципе, нормально. Почему? Потому что елки здесь имеют, как я уже говорила, рассказывала в предыдущем видео, несколько жизней. Эти елки идут на переработку, на подстилки, иногда в зоопарк. В общем, здесь раз срубили елку, уже надо ее купить. Не обязательно, но желательно, чтобы поддержать даже финансово тех людей, которые занимались выращиванием этих елок, потому что их так и так срубили. Именно в этом магазине очень много разных вот таких технических штучек, которые двигаются, что-то делают. Это очень завораживающее зрелище. Герочке это очень понравилось, и он не хотел из этого отдела уходить. Мы планируем купить елку и рождественскую звезду. Это у нас такое растение. Я не знаю, оно появляется только перед Рождеством. Красного цвета листья, но мы увидели еще и белые листья. Сейчас я попытаюсь вам это показать и заснять. В общем, у нас предстоит минимум две покупки. Походу я нашла ленты для своих работ. Я сейчас делаю подарки для нашего класса. Мастер-класс по этим подаркам я рассчитываю снять в ближайшее время. В Германии, да и по всему миру, я думаю, выгодно покупать какие-то покупки рождественские после Рождества, потому что они становятся дешевыми, и в то же время на следующий год у вас что-то новенькое будет обязательно. Сразу же после Хэллоуина, начиная с 31 октября, начинают продаваться елочки. Кто-то открывает базарчики. Базарчики огорожены, и там елки лежат. И также можно купить елки в строительных магазинах. Мы ходим каждый год в один и тот же магазин, том. Я почему-то доверяю больше ему, но и он мне, соответственно, нравится. Вот сейчас смотрите, какие здоровские цветочки. Мы покупаем красный, но, как вы видели, есть и белый. Белые появились только с этого года, поэтому мы не стали экспериментировать, и взяли красную, которую покупали каждый год. Наш Герочка с удовольствием ходит в строительный магазин вместе с нами, потому что в наших строительных магазинах можно все пощупать, потрогать. Также все инструменты попробовать, как они работают. Ему это очень нравится. Он прямо воодушевлен, когда мы ходим в этот магазин. Также вот сейчас пред входом стоят кранцы. Они стоят 19 евро с четырьмя свечами. Есть, конечно, разные цены, но мы купили вот такой же круглый кранц с четырьмя свечами. И сразу же после этого магазина мы заехали в Кауфланд, и там я присмотрела, так и подумала, что если останется с розовыми свечами, я обязательно прикуплю. И этот кранц мы купили в итоге, установили в нашу спальню. Еловые ветки очищают воздух в нашей комнате, что придает невероятное ощущение Рождества. С другой стороны, да, как-то это нелогично получается, что вот такой кранц стоит 20 евро. Если учитывать, что большая елка стоит, ну хорошо, 40 евро. Это максимум. Либо 30 евро. 29, наверное, 30 евро все-таки. Вот мы ее установили. Она продается в сеточке. Она должна отстояться. Внизу у нас есть специальный держак с Дедом Морозом, который плотно и очень сильно держит ее. Она должна вот в таком состоянии переночевать. И только потом, когда она чуть-чуть привыкнет и к нашему климату, и к нашей атмосфере, к теплу в том числе, мы ее начнем открывать. То есть, вниз под нее мы наливаем воду, либо устанавливаем в песочек. Там, конечно, не так много его получается, но в этом году мы решили туда уложить бумагу. И, между прочим, это не зря было. Она очень хорошо себя чувствует, когда поливаешь бумагу. Бумага в себя впитывает переизбыток жидкости и при необходимости отдает елке. Это тоже продлевает ей жизнь. Также мы купили в этом году вот эту красную юбочку, которая закрывает держак. В принципе, и держак очень красиво и эстетично выглядит. Но в этом году мы решили покреативничать и сделали вот такую юбочку. Я не знаю, мне она просто понравилась. Сказать, что она просто нужна была? Нет, не нужна она была. Это просто был мой каприз. По диаметру эта юбочка полтора метра. Но когда мы открыли нашу елочку, поняли такую вещь, что эта юбочка намного меньше, чем лапы нашей елки. И получилось так, что елка по своему... И в итоге у нас диаметр елки оказался на 50, наверное, сантиметров больше, чем эта подкладочка полтора метровая. Нам пришлось отодвигать елку от стены, потому что она постоянно падала. Наша елка оказалась около двух метров в диаметре. И получилось так, что при открывании лапы начали отталкивать ее от стены, и она начала падать на нас. Нам пришлось отодвигать ее от стены подальше, чтобы она чувствовала себя хорошо и не падала. Процесс адаптации елки в нашей квартире с того момента, как мы ее покупаем, до того момента, пока мы ее начинаем наряжать, проходит дня 3-4. Почему? Потому что уходит минимум на то, чтобы она адаптировалась, и потом, чтобы она посмотреть, с какой стороны более нарядная, более правильная. И после того, как она отстоится, веточки расправятся, и только тогда мы начинаем ее наряжать. Украшать снегом мы начинаем также после того, как мы надели на нее вот такие замечательные шары. Но перед тем, как надеть шары, мы надели на нее гирлянду. Как вы успели заметить, наша елка без дождика, без бусы, без всякого дополнительного декора. Почему? Потому что, ну, просто это перестало быть модным. Вот уже какой год модно на елку вешать самодельные шары и также банты. Как вы успели заметить, у нас елка в серебренно-золотом цвете, и шары очень красиво смотрятся те, которые имеют зеркальную поверхность. Если шар матовый, он смотрится не очень хорошо с гирляндами, так как свет не распространяется дальше. Зеркальные шары, они дают какое-то дополнительное освещение. Я вам сейчас хочу показать, как я делала такой искусственный снег. Нам понадобится пакетик искусственного снега. Даже этот пакетик останется еще у вас. Также вам потребуется клей ПВА. Я изначально решила лапки держать над пакетиком, и после того, как наношу клей ПВА, присыпать немного кисточкой. Но этот вариант не очень хороший оказался. Потом я передумала и решила найти какое-нибудь блюдо, чтобы лапка помещалась целиком на это блюдо, и снег не сыпался мимо. Потому что очень много снега рассыпалось мимо, и это не совсем этично было по отношению к нашему коту. Вам понадобится неразбавленный клей ПВА, потому что если он будет разбавленный, он будет протекать сквозь лапку. Он и так будет чуть-чуть капать, но не так сильно, если он будет у вас разведенный. Поэтому клей ПВА не разводите. Если у вас нет искусственного снега, вы можете воспользоваться на крайний случай содой. Сода, я так думаю, даст ничуть не хуже эффект. Ну, или в крайнем случае пенопластом. Но пенопласт не подлежит переработке вместе с елками. Если вы живете в Германии, конечно же. Вам понадобится бутылочка клея ПВА неразведенного. Обратите на это внимание обязательно, потому что если он будет разведен, он будет просто стекать вниз по лапкам. Вам этого не надо. Вам надо, чтобы он высыхал вместе с искусственным снегом. Поэтому вы ищите тот настоящий клей, который будет очень густой. Этот клей должен быть в пластиковой бутылочке и спокойно нажиматься, а также с узким горлышком, для того, чтобы избежать вани этого клея. Иначе он будет очень сильно стекать. Вот для этого случая мы держим под лапкой наш круглый большой поднос. Что если даже что-то туда капнет, ничего страшного, вы кисточкой можете с этого же подноса брать и накладывать это обратно на веточку. На этом подносе, хочу заметить, у вас должен быть снег искусственный. Почему? Потому что если даже будет что-то капать, у вас будет это капать в искусственный снег. То бишь образовывается такая капля белого цвета вместе со снегом. И это плюс при накладывании ее обратно, если что-то попадает на поднос. Это очень кропотливая работа, поэтому если вы начинаете это делать, запаситесь терпением. Я делала это как минимум три дня, потому что то Элизабет придет, что-то ей надо, то Герочки надо. В общем, если у вас есть семья, то это не так быстро будет длиться, как хочется. Но в любом случае, девчонки, если у вас есть цель, если у вас есть желание что-то улучшить, это вы обязательно сделаете. У меня это заняло три дня. Это было очень долго для меня, казалось. Я только начиная снизу и закончила на уровне глаз. Этого оказалось достаточно, потому что вверх сильно и не видно. Там снег, в принципе, и не нужен. Но если у вас достаточно времени, то вы можете, конечно, украсить и всю елку по кругу, но мне это не потребовалось, потому что у меня было в резерве не так много времени. Хочу заметить, что клей ПВА хорошего качества. Он очень крепко схватывается, не сразу, но спустя сутки и начинает держать этот искусственный снег очень крепко. Если у вас упали от тяжести веток игрушки, ничего страшного, соберите их и подождите, пока это все высохнет или хорошо же просохнет. Как просохнет, тогда можете заново навешивать ваши игрушки. Почему? Потому что если вы начнете навешивать на клей ПВА, на сырой, эта игрушка просто-напросто приклеится к этой веточке. Еще также следите, чтобы клей ПВА не попадал на игрушки. Если попадет на игрушки со снегом, это ничего страшного, но если просто клей ПВА и приклеится игрушка к игрушке, она может испортить соседнюю игрушку. После попадания на игрушки клея ПВА игрушки могут покрыться пятнами, либо вам нужно будет промывать их под горячей водой. Но это тоже может повлечь за собой, соответственно, не очень хорошие последствия. Ваша игрушка может потерять частично или полностью цвет. В общем, вам этого не надо, чтобы игрушка была бесцветная либо в пятнах. Поэтому как-то аккуратнее делайте все и старайтесь, чтобы все попадало на ваш подносик. Даже если снизу лапки капать начинает, вы не переживайте. Возьмите эту каплю, окуните в этот снег, и она обязательно как-то зафиксируется. Снизу держите поднос до того момента, пока капли перестанут стекать на пол, допустим, или же на этот поднос. Как только прекращается движение клея, сразу же можете передвигаться на следующую лапку. Поэтому занимает это очень приличное количество времени ждать хотя бы первые секунды, минуты, чтобы клей немного закрепился на веточке. Хочу обратить еще внимание на кисточку. Кисточка должна быть мягкой и спокойно будет захватывать довольно-таки много на себя. для снега и накладывать достаточное количество, чтобы по 10 раз не окунать ее в снег. После использования кисти просто-напросто идите в ванну, промойте под проточной теплой водой, можно даже горячей. ПВА-клей очень хорошо, особенно густой, смывается под горячей водой. Не оставляйте эту кисть на ночь, на двое суток и так далее. Лучше сразу же приведите ваши инструменты в порядок. И также подносик, если вы пользуетесь тарелкой или подносом, снег сыпьте, а то, что осталось, клей ПВА, промойте сразу же, сразу же после использования и промокните салфеткой. И тогда ваша кисть обретет тот изначальный цвет и вид. Я надеюсь, что вам понравилось, как я сделала. Может быть, вы сделаете намного лучше, чем я, но у меня в резерве было не так много времени для того, чтобы наложить еще, допустим, один слой. Вы можете два-три слоя накладывать. Все, девчонки, всем спасибо большое за внимание. Не забывайте ставить класс и подписываться на канал. До новых встреч!